Итоги реформирования судебной системы, гуманизации уголовного кодекса, борьба с коррупцией. Эти темы стали сегодня главными на расширенной коллегии, посвященной работе судов общей юрисдикции Волгоградской области в 2011 году. В прошлом году мировые и федеральные суди Волгоградской области рассмотрели около 500 тысяч уголовных, гражданских и административных дел. Это меньше, чем в 2010-м. И причина в общем снижении примерно на 10% количества преступлений, совершенных в регионе. Но все равно нагрузка на суде оставалась довольно высокой, если верить статистике, на каждого служителя ФИМИДы приходилось примерно по тысяче дел. Но помимо количественных показателей, как было озвучено на коллегии, удалось добиться и улучшения качества работы по уголовным материалам. То есть приговоры по подавляющему большинству таких дел были подтверждены высшими инстанциями. В прошедший год он шел под знаком интенсивного реформирования судебной системы и законодательства, как уголовного, так и гражданского. Надо сказать, что итоги у нас, скажем, носят такой позитивный характер в целом. Показатели работы судов общей юрисдикции Волгоградской области в целом выше, чем среднероссийские. И вот с такой, скажем, формальной точки зрения это нас не может в определенной степени не радовать. Также на коллегии была отмечена и положительная тенденция по сокращению сроков рассмотрения дел. Благодаря политике либерализации уголовного кодекса, судьи стали широко применять в виде меры пресечения домашний арест, а также освобождение под денежный залог. Что же касается задач на текущий год, то главной из них для судейского аппарата по-прежнему была обозначена борьба с коррупцией.